Всем привет! Вы смотрите и служите Рашкин Репорт. Меня зовут Юрий Рашкин. По мнению западных военных и других специалистов, следующее масштабное наступление российских войск ожидается весной. Для отражения атаки и контрнаступления США, Великобритания и другие союзники спешат поставить новые и более мощные виды бронетехники. При этом государственные аналитики считают, что риск эскалации со стороны Путина, вплоть до использования ядерного оружия, значительно уменьшился. В предыдущий пакет помощи США, объявленный 6 января на рекордные 3 миллиарда долларов, впервые вошли 50 БМП «Брэдли». А недавно был объявлен новый транш на 2,5 миллиарда, в который вошли еще 59 «Брэдли», 90 машин «Страйкер» и множество других наименований боеприпасов. В то же время Великобритания впервые обязалась передать Украине 14 танков «Чалленджер-2». Однако в этом списке нет главной американской бронемашины – основного боевого танка «Абрамс» M1 Series Abrams Main Battle Tank. Где «Абрамсы» взвывают армии полезных сверчков и диванных экспертов? Спрашивайте, отвечаем. На сегодняшний день поставка танков «Абрамс» в Украину буквально гарантирует, что они пойдут в бой максимум один раз, если вообще доберутся из глубоких украинских тылов до поля боя. Внедрение этой грозной, но весьма капризной машины означает создание с нуля целой экосистемы, включающей в себя систему тылового обеспечения, изменение организационно-штатной структуры танковых и механизированных частей и соединений, изменение в подходах к применению этих частей и соединений. Перепрофилирование командно-штабных кадров Обучение не только и не столько танковых экипажей – это как раз относительно просто, но и специалистов по тактической калибровке танкового вооружения, так называемой «Company Battalion Master Gunners», многоуровневое обучение украинских ремонтников всех эшелонов, от полевых механиков-эвакуаторов до ремонтников уровня танкового депо, не говоря о тыловиках и штабистах, обеспечивающих гибкость и выносливость этого логистического шлейфа, подпирающего любой маневр. Более того, внедрение «Абрамсов» автоматически предусматривает внедрение целого ряда другой американской боевой техники. Во-первых, это бронированная ремонтно-эвакуационная машина М-88А-2 «Геркулес» – «Heavy Equipment Recovery Combat Utility Lifting Extraction System», коих по американским меркам должно быть около 15-20% от общего количества танков, а учитывая реалии войны в Украине, скорее всего, даже больше. М-88А-2 – единственная система, которая способна с трудом вытащить поврежденный «Абрамс» с поля боя. Во-вторых, это тяжелый транспортер «Ашкош» ХЭЦ М-1070 с трейлером М-1000, HETS – Heavy Equipment Transporter System, M-1070 Tractor with M-1000 Semi-Trailer, единственная система, способная перевозить М-1 «Абрамс», М-БТ и М-88А-2 «АРВ». Этих монстров нужно столько, чтобы за один раз поднять какой-то процент танков и других «Абрамс-образных» машин для обеспечения оперативного маневра и оперативной эвакуации танков, требующих ремонта уровня депо и зоны боевых действий. В-третьих, это штурмовая инженерная машина М-1150, М-1150 Assault Breacher Vehicle и тяжелый самоходный штурмовой мост М-104 Wolverine, М-104 Wolverine Heavy Assault Bridge, инженерные машины на шасси от «Абрамса», обеспечивающие мобильность и выживаемость танков на поле боя. Ну и, конечно, не стоит забывать, что газотерубинная установка AGT-1500, так называемый авиационный двигатель, установленный на «Абрамсе», потребляет столько топлива, что на батальонном и бригадном уровне потребуются тактические топливозаправщики По американским нормативам, в одной тяжелой бригаде, вооруженной смесью «Абрамсов» и «БМП Брэдли», имеется около 70 эквивалентов этих машин, 48, 50 именно «Хэмт», плюс другие более современные тактические модульные топливные системы. Новые требования по топливу на тактическом уровне создадут соответствующие требования к системе подачи топлива из глубокого тыла в зону боевых действий. Поэтому, дорогие мои сверчки, если вы не осилили это видео, продолжайте решать проблемы поставок оружия в Украину с высоты своих мягких диванов. В результате Америка решает проблему с танками в два этапа. США поставляет «Абрамсы» в страны НАТО, где необходимая инфраструктура есть, или ее можно создать за несколько лет. Тогда страны НАТО отдают свои танки в Украину. Например, в апреле Польша отдала Украине около 240 танков Т-72 после подписания договора о покупке 200 американских «Абрамсов». В начале января Польша подписала контракт на покупку второй партии «Абрамсов» и параллельно пытается получить разрешение передать Украине немецкие «Леопарды». Прежде чем обсуждать ситуацию с «Леопардами», я хотел бы поблагодарить Германию за всю оказанную помощь Украине. Без Германии эта крепкая антироссийская коалиция со всеми санкциями и поставками оружия была бы невозможна. Тем не менее, поступившая информация о том, что Германия согласится на поставки «Леопардов» только после того, как Америка согласится отдать «Абрамсы», звучит, мягко говоря, нечестно. Изменения оценки рисков эскалации и поставки новых типов вооружения произошли одновременно с изменением американской политики в отношении Крыма. Официальная позиция США всегда оставалась константой. Крым – это Украина. Но вопрос, что именно делать по этому поводу, публично не обсуждался. Как сообщает New York Times, ссылаясь на свои источники в правительстве, американские военные ставили под вопрос целесообразность нанесения военных ударов по Крыму. Однако администрация Байдена пришла к выводу, что если ВСУ продемонстрирует Путину, что даже его черноморская, так сказать, «жемчужина» оказалась под угрозой, это усилит позицию Киева на будущих переговорах. Уже обсуждается использование Хаймарсов и машин Брэдли для наступления на Мариуполь и Мелитополь с целью отрезать Крым от России. Ну и в заключение, детальное описание всех технических проблем с Абрамсами было сделано совместно с американским военным, который непосредственно участвовал в их обслуживании. Текст Дмитрия Абрамсона. Друзья, вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт». У микрофона был Юрий Рашкин. Жмите лайк и подписывайтесь на этот канал, распространяйте это видео в ваших соцсетях. Спасибо всем, кто поддерживает «Рашкин репорт» на Патреоне. Слава Украине и God bless America!